САМАРА ГИС Делать выбор непросто. Первое, на что смотрит любой потребитель, разумеется, цена. Соотношение скорость доступа, стоимость – самый понятный критерий сравнения. Тонкости, о которых нужно знать при выборе интернет-провайдера, вы узнаете сегодня из нашего разговора в прямом эфире. Я представляю гостя в студии Александр Сергеенко, генеральный директор интернет-компании АЭСТ. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Интернет-компания АЭСТ – один из ведущих интернет-провайдеров и телефонных операторов Самарской области, активно работающие на телекоммуникационном рынке Тольятти и Самары. Ну что же, мы начинаем наш разговор. Я призываю дозваниваться в прямой эфир к нам в студию. 202-11-22 телефона, по которому вы можете, уважаемые телезрители, задать вопрос моему сегодняшнему гостю. Звоните, пожалуйста, к нам в студию. Александр, ну что ж, давно знакомы, но давно не виделись. Как дела? Какие новости в компании? Год медленно, но верно подходит к своему логическому завершению. Как дела, проще говоря? Все хорошо. Работаем, развиваем сети, развиваем услуги, сервисы. Как говорится, все для наших клиентов. Работаем и в Тольятти, и в Самаре. Работаем по, скажем так, будущим территориям Тольяттинска или Самарско-Тольяттинской агломерации. Города развиваются навстречу друг другу. Собственно, сети Аиста есть и в Березе, аэропорт Курумыч, Прибрежный. И вот все по пути между Самарой и Тольятти, это все, скажем так, территория нашего развития. Территория Аиста, можно сказать. Ну, мы скромнее говорим, говорим территория развития. Хорошо. У современного абонента, и это понятно, сейчас есть телефон, интернет, IP-телевидение, но немаловажен еще и тот факт, чтобы этим было всем удобно пользоваться. Скажите, пожалуйста, какие сегодня Вы предлагаете сопутствующие сервисы, которые упрощают жизнь пользователя? На самом деле, да, действительно, вот основных услуг, которые Вы перечислили, сегодня, по-видимому, предоставляют все провайдеры, и уже клиента ничем не удивить. И в таких условиях, когда рынок наполнен такими услугами, конечно, на первое место выходят сервисные компоненты, сервисные составляющие, когда клиент, помимо скорости, цены, о которых Вы сказали в своем вступлении, безусловно, это правильно, но еще и оценивается качество, которое предоставляет провайдер, оператор своим клиентам. Мы, вообще компания сервисно ориентированная и клиент ориентированная, в 2003 году компания пошла на то, чтобы стандартизировать свои подходы в выстройке внутренних процедур, внутренних процессов по международному стандарту качества, это стандарт известный, серия ISO 9001, и мы тогда, в 2003 году, уже в далеком, в том далеком году стали первой телекоммуникационной компанией, которая прошла сертификацию по этому международному стандарту. И, соответственно, мы, конечно же, опираемся в первую очередь на такой системный фактор в своей работе, который позволяет работать с качеством на системном уровне. Не говорить просто, что мы качественные, некачественные, а именно работать на системном уровне, это значит, все внутренние процессы компании находятся под контролем этой системы. Вот у меня есть, я на эфир взял вот такой сертификат, да, который удостоверяет, что компания Бюро Веритас, квалификейшн, когда-то, вот в 2003 году, собственно говоря, мы были у нее первые клиенты, которые успешно прошли эту сертификацию. А это делается все во имя клиента, во имя, скажем так, того, чтобы у клиента был гарантированный уровень качества. Но клиент видит не эту работу, а клиент видит это в виде уже сервисов и услуг, которые компания непосредственно предлагает клиенту. И если говорить о новинках, то осенью 2015 года мы вышли на очередной уровень сервиса, который, считаем, был существенно улучшен. Компания внедрила совместно со своими партнерами новый контакт-центр. Это новое оборудование, новое программное обеспечение. И на сегодня этот контакт-центр работает по новым технологиям, которые лучше тех, которые были. Наши номера при этом не изменились. Для Самары это 302-400, для Тольятти это 20-20-20. Телефоны привычные, все их знают. И есть ряд нюансов, которые я хотел бы рекомендовать, пользуясь случаем нашим клиентам, абонентам. Это система теперь автоматически определяет, кто звонит, как зовут клиента, какая у него история. Если клиент внес свой личный кабинет в свой номер контактный, вот если он внесен в личном кабинете Аиста в систему, то тогда оператор очень мало времени требуется для того, чтобы понять, по какой причине обращается, как правило, абонент. Облегчает работу. Это очень облегчает, сокращает сроки. Поэтому сейчас система работает уже, и наши операторы, если клиент заказывал какие-то услуги и указал свой номер телефона в личном кабинете, то время его обслуживания значительно сокращается. Разумеется, сохраняется данные персональных данных и так далее. Конечно, конечно, конечно. Аист оператор системы защиты персональных данных, и мы в этом плане абсолютно здесь никаких, скажем так, поползновений никуда можно не беспокоиться. Александр, продолжим обязательно. Я предлагаю послушать звонок от телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, и мы слушаем вас. Здравствуйте, можно уточнить? Один канал можно добавлять или удалять, или только пакетами? Можно будет вас. Да. Как вас зовут? Добрый вечер. Михаил. Михаил. А вы наш клиент или интересуетесь, пользуясь случаем? Пока нет, не ваш. Не наш клиент. Ну, у компании тариф телевидения предоставляется в составе тарифного плана на подключение к самому интернету, и есть приставки, на которых вы сами регулируете количество каналов, их порядок, очередность. Мы денег за просмотр телевидения не взимаем с клиентов. Поэтому добавляйте, убирайте, это ваше исключительное право. Ваше законное право. Ваше законное право, да. Спасибо большое. Очень приятно, что наша программа началась именно с ваших вопросов. Звоните к нам в студию 202-11-22, телефон на прямом эфире, а мы продолжаем разговор. Александр Сергеенко, генеральный директор интернет-компании АЭС, сегодня гость в студии. Мы говорили о качестве. Да. Что вы вкладываете в это понятие? Качество – это, собственно, непрерывность услуг и гарантированность сервиса, который клиент хочет получать в тот или иной промежуток времени. Такая вот, может быть, чуть заерзанная фраза, она больше гостовского звучания, но вместе с тем мы стараемся сделать так, чтобы клиент получил тот сервис, который он хочет, в то время, которое он желает. И, по-моему, нам это удается. Мы отслеживаем наше, скажем так, мнение о нашем качестве у наших клиентов. У нас есть регулярные, так называемые, петли качества, когда проводятся соцопросы, клиенты отвечают на… Мы привлекаем при этом как собственные подразделения, так и рыночные агентства. И в этом плане мы видим определенную динамику роста удовлетворенности. То есть тесная взаимосвязь, обратная связь с вашими клиентами, она для вас важна и существует. Да, и вот не так давно, кстати, это тоже было пожелание рынка. Все операторы, которые работают на рынке, у них есть определенные регулятивные нормативы, которые, скажем так, принимаются на уровне Министерства связи Российской Федерации. Мы всем подчиняемся. А вместе с тем никто не мешает операторам их улучшать. Мы этим периодически занимаемся, занимались этим в телефонном проекте, в далеком, когда еще только начинали, в 90-х годах развития. И это делаем сейчас в интернете. Так вот, по сравнению с тем нормативом, который существует сегодня, мы улучшили этот норматив для клиентов Аиста в несколько раз. На сегодня, если человеку необходимо предоставление сервиса с выездом к нему на его территорию, то есть должны приехать наши сотрудники или сотрудники наших партнеров, то это делается в период четырехчасового ожидания всего. В отличие от стандарта какие? Ну, обычно сутки берутся на это. Это позволяет, во-первых, идти навстречу тем клиентам, которые остро нуждаются в услуги, либо в каких-то сервисных настройках. Потому что на сегодня интернет, в отличие от тех времен, когда он только начинался, сегодня интернет – это уже не только сфера общения, это еще и сфера бизнеса. То есть многие люди используют сеть для, скажем так, регулярного заработка. Поэтому отсутствие доступа в сеть – это всегда, собственно говоря, плохо. В этом плане физические лица, граждане, которые являются клиентами провайдеров, в чем-то начинают приближаться к клиентам юридических лиц. Только тут еще более жестко все происходит, потому что компании все-таки до пяти, до семи работают и уходят спать. А клиенты, которые сидят на домашнем интернете, они фактически, ну, не круглосуточно, но время не лимитировано. Порой важны какие-то секунды даже для принятия важных решений. Вот в продолжении нашего разговора, для новых абонентов ваша компания предлагает привлекательные акции, тарифные планы. Вы об этом говорили, это известно. А вот что делается для существующей абонентской базы и для тех абонентов, которые уже много-много лет с вами, Александр? Айс ценит своих клиентов. И мы не так давно приняли решение о том, что особо лояльный кластер наших клиентов заслуживает особого внимания, особого поощрения со стороны компании. И была разработана специальная программа для существующих абонентов, которая называется «Спасибо вам». она заключается в том, что все те клиенты, которые с компанией уже находятся в содружестве, в сотрудничестве, более пяти лет в Самаре и более семи лет в Тольятти, они независимо от выбранного имя тарифного плана получают без всяких дополнительных оплат скорость 100 мегабит. 100 мегабит мы включаем навсегда, без всяких условий. И вот как только вы планку пересекли, пятилетнюю, если вы житель Самары, пять лет, контракт сайстом, то дальше уже, собственно, неважно, какой у вас тарифный план, вы получаете скорость 100 мегабит, а дальше уже выбираете, что вам интересно. А 100 мегабит – это вообще предел интернет-возможностей? Ну, конечно, 100 мегабит – это, скажем так, та скорость, которая позволяет не замечать каких-то вещей, которые могут быть в сети. То есть у вас всегда есть доступ ко всему практически мгновенный. Ну, если только нет ограничений непосредственно у того ресурса, к которому вы обращаетесь. Поэтому сейчас ваши клиенты, стоит даже, мне кажется, открыть договор и посмотреть, сколько лет, да? Мы, во-первых, это отслеживаем сами. Вы сами отслеживаете. Система, да, система программы разработана таким образом, что производится автоматическое подключение всех клиентов и автоматическое информирование. Если человек даже забыл, мы ему напомним, это будет, ну, считаем, приятным сюрпризом от компании. Спасибо за ответ. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это означает, что вы можете дозваниваться к нам в студию. Телефон вы видите на экранах. Жители Тольятти, не забывайте набирать код города. Звоните к нам в студию на ваш вопрос и на мои отвечают генеральный директор интернет-компании АЭС Александр Сергеенко. Но и обратите внимание на телефоны самой компании. Они периодически также появляются на ваших экранах. Возьмите себе на заметку. Ну и внимательно слушайте наш эфир. Сегодня много очень интересного. Есть еще одна тенденция. Это растущий интерес клиентов к IP-телевидению. В этом направлении АЭС тоже работает не первый год. Это также факт известный. Какие тарифы сейчас предлагаете своим клиентам? Тарифы предлагаем все-таки на доступ в сеть интернет. В составе пакетов доступа в сеть интернет клиент может выбрать уже себе услугу IPTV на свой вкус, цвет, скажем так, и предпочтения. Да, действительно, сегодня достаточно большой интерес со стороны клиентов мы видим к качественному IPTV. Это значит, там должны быть HD-пакеты обязательно, да, с хорошим качеством, потому что в квартирах у клиентов появляются телевизоры нового поколения с хорошим разрешением на подходе. Очередная революция в изображении, там, 4К. Я вот недавно в Токио был, значит, там видел даже телевизор уже 5К. То есть, но это крутится пока в режиме плееров, да, и в сетях это появится обязательно в ближайшие там годы. Мы все это будем, еще застанем, будем всем этим с удовольствием, надеюсь, пользоваться. Вы видели у вас как впечатление? Ну, впечатление очень позитивное, потому что экран был размерами, там, наверное, 3 метра на 2 метра. Это была плазма, Samsung, и, конечно, возле нее было даже стоять. Страшно. Необычно, да. Необычно. Очень, очень четкое изображение, качественное. Но вот это качественное изображение требует качественных каналов, безусловно, да, поэтому вот задача провайдеров об этом никогда не забывать. А то, что касается IPTV, то мы на сегодня предлагаем несколько интересных линеек своим абонентам. Эти линейки Киноман и Умное ТВ. Их можно посмотреть и подключить через наш сайт, либо позвонив на колл-центр, вот по тем телефонам, о которых я говорил. Киноман — это тариф с оборудованием, который основан на специальной телевизионной приставки, которая имеет кастомизированную версию андроида, чуть-чуть специфичные слова, но я думаю, телезрители меня понимают. Это, собственно говоря, специальная приставка, в составе которой есть несколько развитая система кинотеатров, порядка семи кинотеатров, и там можно выбрать тот кинотеатр, который больше нравится, и, собственно говоря, его просматривать. «Умное ТВ» — это тариф тоже с оборудованием, в составе которого уже находится полноценная ТВ-приставка с полноценным андроидом, приставка ТВ, а андроид полноценный. Android 4.4 версия и магазин Google Play встроенный. Соответственно, там доступно тысяча приложений, все то, что можно поставить на андроид, все можно поставить на вот эту приставку. Фактически речь идет, вот я даже захватил с собой ее студию, уникальная такая комбинация. Пульт вы видите чуть меньше даже него основной блок приставки. Что интересно, эта приставка это фактически мини-компьютер, у него есть несколько портов, есть USB-порты, куда можно подключить клавиатуру, мышку, есть HDMI-выход для телевизора и подключается сеть соответственно от ШПД канала и ваш телевизор превращается в огромный компьютер с огромным монитором, фактически вы помимо пульта привычного можете работать на нем и клавиатурой и мышкой. И самое главное, что эти приставки мы на сегодня, они фактически уникальные на рынке, это вот можно сказать, что это первые приставки, которые идут полностью на развитом Android-устройстве, это полноценный компьютер. Импорт и замещение сейчас очень популярно, наверное, какая-нибудь иностранная штучка, да? Нет, это вот как ни странно производство наше отечественное и как ни странно, как ни странно подчеркну, очень высокого качества, это новосибирская продукция, сборка тоже осуществляется в России, то есть это полностью отечественное устройство, но по уровню дизайна вы можете видеть его у меня в руках, да, это абсолютно очень легенькое, портативное, абсолютно эргономичное устройство, без каких-либо изъянов, и сказать, что это, допустим, если бы не было надписи сделано там в России, то можно сказать, что это сделано где-то или в Китае, или в США, очень легко. Скажите, уже пользуются популярностью среди пользователей? Да, безусловно, особенно среди того, той категории клиентов, которые в маркетинге называют раннее большинство, да, вот они всегда следят за новинками, и, конечно же, эта новинка дает определенные плюсы, да, то, что это компьютер, и эту новинку можно заказать также или по телефону, или на сайте у нас, да, по телефону тоже заявки мы принимаем, причем новинкой могут пользоваться не только клиенты Аиста, эту новинку может приобрести и человек, у которого пока нет интернета от Аиста, есть интернет от другого провайдера, она тоже на нем будет работать, не будет, может быть, работать там кинозал АТаиста, но, собственно говоря, ею можно пользоваться, и будут услуги тоже почти в полном объеме, это очень, очень интересный гаджет. не могу с вами не согласиться, продолжаем наш эфир, призываю дозваниваться к нам в студии, время у нас в программе еще есть, звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы, 202-11-22, уважаемые телезрители. Так, ну что же, продолжаем наш разговор, мы анонсируем ваши услуги, рассказываем о ваших новинках, пока не затронули ценовую категорию, и, Александр, я не могу про нее не спросить, про ценовую политику вернее. По ценам остается ли на прежнем уровне, планируете ли повышать, и вот даже если все-таки сравнивать, доступны ли ваши услуги населению? Конечно, населению доступны наши услуги, доступны услуги всех участников рынка, потому что рынок телекомуслуг и высотого тоже, кстати, Лена, начали, что Самара это, собственно говоря, нерядовой боец, нерядовая территория в этом рынке на федеральном уровне. У нас рыночная ситуация в отрасли, это гарантия того, что цены регулируются рынком, регулируются спросом, и услуги качества также регулируются спросом. Если кто-то оказывает услуги ненадлежащего качества, значит, он гарантированно получит отток клиентов. Если кто-то устанавливает цены выше того, что может предложить, что хочет предложить клиент, в свою очередь, у которого всегда есть альтернатива, то это тоже гарантированная остановка продаж. Поэтому все игроки этого рынка работают на, опять, обращусь к маркетингу, на рынке покупателей, то есть покупательным диктует стоимость, покупательным диктует отношение к качеству, к скорости, к прочим особо значимым вещам для покупателей. Вот послушаем сейчас, кстати, звонок от телезрителей. Возможно, это звонит ваш потенциальный клиент. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте. Можно вас спросить? Добрый вечер. Сколько это устройство стоит, так я и не понял, по ценам? Мы о ценах и не говорили. Мы по ценам не говорили, значит, это устройство стоит порядка трех с лишним тысяч для абонентов Аиста. Это фактически цена без, скажем так, каких-то торговых накруток. То есть, непосредственно обратившись к вам, я думаю, что и специалисты подскажут, телефоны колл-центра периодически появляются на экранах, подскажут об услугах, расскажут, да, более подробно о планах и так далее. Да, 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 конечно, конечно. Поэтому здесь можно обращаться на колл-центр и там люди грамотно все подробно расскажут. Александр, хочу поговорить на не менее важную тему проект «Река для жизни». Очень большой общественный резонанс этот проект вызвал. Хочу, чтобы пользуюсь, опять же, теперь я, что вы в гостях. Расскажите об этом проекте подробнее. Проект «Река для жизни» это проект, который возник непосредственно на территории Самарского региона. В свое время это ему уже более трех лет. Компания «Аист» этот проект поддерживает, поддерживает, потому что мы считаем, что Волга должна быть избавлена от цветения. Вы все знаете, что в период летний, весенний, чуть-чуть осень даже захватывает, Волга сильно цветет. В Самаре может быть это не очень заметно, но в Тольятти водохранилище совершенно нельзя подходить к воде, купаться. Поэтому мы поддерживаем этот проект, поддерживает этот проект и администрация города Тольятти, где он начался, администрации Ставропольского района, на территории которого сейчас ведется как раз общее тестирование технологий, которыми занимаются естественно ученые. Нас поддержал вот Александр Друсь, который недавно приезжал в регион. То есть известные еще деятели вас поддерживают. Да, мы играли даже вместе в одной команде против команд знатоков, которые пришли на эту встречу. Была очень теплая такая хорошая атмосфера. Это был юбилей клуба, табуретка, он называется, в Тольятти расположен. И Александр Абрамович, узнав о такой инициативе компании, он нас, конечно же, поддержал, потому что экологический проект это правильно, потому что мы живем на этой территории, мы хотим пить чистую воду, хотим дышать чистым воздухом, жить долго, быть здоровыми. Поэтому Аист сделал экологический тариф, он называется Эко-тариф. Скажите. Собственно, это тариф высокоскоростной интернет, до 45 мегабит в секунду. Клиент покупает и 30 рублей с каждого тарифа, который приобретен нашими клиентами, мы перечисляем благотворительный фонд, который в свою очередь уже финансирует вот эти мероприятия по проведению вот этих испытаний, технологий по финансированию опытных зон, по забору анализов, которые производятся. То есть работа уже какая-то проводилась? Да, 3 года, она идет, она не закончена, она будет идти продолжаться. Наша основная задача сейчас донести до сведения общественности городов наших, ну, наиболее крупные, конечно, это Тольятти и Самара, Жигулевск, те города, которые вдоль Волги, Сызрань, что такой проект есть, что, наверное, если мы все будем сидеть сложа руки, ничего не изменится, надо что-то делать и двигаться в этом направлении, поддерживать вот эту общественную инициативу. Проект курируется рядом общественных организаций, это для нас, как для организаций, которая не занимается экологией, это подтверждение того, что там все будет прозрачно, этот проект сейчас не подлежит какой-то коммерциализации, он нацелен исключительно на очистку Волги. И я хочу сказать, что у проекта есть уже интересанты на федеральном уровне, не так давно приезжали в Тольятти ученые из Ростехнологии, это наша госкорпорация, которая всем известна, и мы имели достаточно интересное общение с коллегами из Москвы, и, собственно говоря, у проекта достаточно большого будущего, как мы считаем. А пока на сегодня благодаря клиентам, тем абонентам АЭС, которые выбрали экологический тариф, компания собрана более 400 тысяч рублей, и мы эти деньги все отправили соответственно в фонд проекта «Река для жизни». Благое дело, удачи. Спасибо. Всем нам. Да, действительно. Время наше подходит медленно, но верно к концу, буквально три минуты до конца разговора. Я хочу вам задать вопрос такого характера. На чем сейчас работаете? Какие ставите для себя планы лично, для компании, ну и, конечно же, для абонентов интернет-компании АЭС? Ну, как я уже говорил, основная наша забота это качество сервисов, это, скажем так, направление, с которым надо работать каждый день. Здесь не предполагается какой-то штурмовщины, должен быть системный подход, в компании должно быть все выстроено и нацелено на удовлетворение потребностей клиента, на предвосхищение этих потребностей. Как я уже сказал, грядет очередная эпоха или очередной этап развития интернета, интернет-вещей, интернет-финкс, да, так называемый, это когда пространство квартиры, пространство офисов заполняет большое количество умных устройств, которые имеют микрочипы, которые общаются друг с другом, общаются с человеком, общаются с всевозможными другими программами, делая нашу жизнь комфортней. И вот этот интернет, вот такого формата, он будет требовать тоже нового подхода от провайдеров, нового подхода от наших клиентов, от потребителей, которые, собственно говоря, диктуют в какой-то части тоже моду на сервисы, моду на пользование теми или иными гаджетами. И мы следим очень внимательно за тем, что происходит на рынке производства вот этих устройств, на рынке сетевых технологий. Ну, в общем, голова постоянно крутится на 60 градусов. Кроме рынка со временем. Да, кроме рынка наших уважаемых потребителей, которые, собственно, в интересах которых мы работаем, компания обязательно должна смотреть еще и на те перспективные технологии, на тот новационный кластер, который, собственно говоря, эти технологии выдает. И быть начеку, чтобы вовремя все, значит, применить, кастомизировать и принести к себе на сеть. И чтобы это клиенты могли этим начать пользоваться практически одновременно с клиентами, которые живут, например, в США или где-нибудь в Западной Европе, в Японии. Почему нет? Александр, понятно, что, прям вот короткий совет, короткий ответ. Постоянно, что, понятно, что действующие постоянные клиенты Аиста для себя уже выбрали тарифы, пакеты и так далее. А вот новичкам, которые сейчас сидят по ту сторону экрана, которые смотрят нас, вот что бы вы посоветовали? Я посоветую, ну, придите, попробуйте наши услуги. Попробуйте, сравните, поинтересуйтесь у коллег, у друзей, у партнеров. Мы работаем как с людьми, которые выражают потребность получения на квартирах услуг, так и с компаниями, с очень крупными компаниями. Наши клиенты это уважаемые компании региона. Мы работаем и с банковским сектором. У нас все профессионально. Приходите, мы вас не подведем. Спасибо вам большое. Во-первых, сказать вам спасибо и за проекты, которые вы реализуете, и в том числе за благотворительность, которую вы занимаетесь. Спасибо за интересные новости, с которыми пришли поделиться для наших уважаемых телезрителей. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Александр Сергеенко, генеральный директор интернет-компании «Айс», сегодня отвечал на мои и ваши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания.